В Индии не прекращаются ненавистнические нападки на религиозной почве. Как оказалось, даже стремление принять ислам может стоить жизни. Так, в городе Мангалор, штата Карнатока, мужчин убил всех членов своей семьи за их желание принять ислам. 30-летний Нагеш жестоко расправился со своей 26-летней супругой Виджай Лакшми, 8-летней дочкой Сапной и 4-летним сыном Самартхом. Согласно данным правоохранительных органов, индуист задушил жену, отравил детей и покончил с собой, а перед этим отправил сообщение инспектору полиции с объяснением мотивов своих действий. Как выяснилось, Виджай Лакшми собиралась принять ислам вместе с детьми и уйти от мужа агрессора. Об исламе молодой женщине удалось узнать от хозяйки дома Нурджихан, у которой она работала горничной. Однажды девушка рассказала работодательница о тяжелой ситуации в семье и постоянном насилии со стороны мужа. Владелица дома решилась помочь Вилджай Лакшми с разводом и приняла ее с детьми на временное проживание. Однако Нагеш не намерен был мириться с таким своевольством жены, и узнав о ее желании принять ислам, убил жену и детей и совершил самоубийство. Парадокс ситуации заключается в том, что вследствие этого жестокого насилия за решеткой оказалась та самая хозяйка дома, 50-летняя Нурджихан, оказавшая моральную поддержку жертве домашнего насилия Вилджай Лакшми. Против нее возбудили дело за то, что она якобы довела Нагеша до суицида, а его жену пыталась обратить в ислам. Для правоохранительных органов Индии подобное решение в отношении мусульман уже практически обыденность. Предвзятое, а порой агрессивное отношение к приверженцам ислама со стороны властей часто становится причиной скандалов на религиозной почве. Индуистским женщинам запрещено выходить замуж за мусульман. Смена религии жестко преследуется и наказывается. В судах Индии рассматриваются десятки дел о так называемом «любовном джихаде», когда принявшие ислам девушки сбегали из дома из-за давления родственников, и те пытались силой вернуть их через суд. Во многих случаях девушкам удалось доказать, что они приняли ислам самостоятельно, по личному выбору и без воздействия извне.